Мы даже не подозреваем, что есть тот, который хочет убить каждого, приходящего в этот мир, украсть, убить и погубить. Есть тот, который пришел в этот мир, чтобы сделать людей несвободными, рабами греха. И когда мы смотрим или обращаем внимание на Слово Божие, дорогие, всякий раз, когда мы обращаем свое внимание, когда смотрим в Него и принимаем Слово Божие, мы начинаем разумевать, понимать, начинаем, выникая в Слово, понимать, что есть тот, который сопротивляется к тому, чтобы Слово Божие пришло в сердце людей и изменило их, сделало их совсем другими людьми. Я сам был из числа таких людей, потому что было время, когда Слово Божие касалось меня, моей души, было время, когда Слово Божие приходило ко мне аккуратно, потихоньку, и было время, когда я отвергал это Слово Божие, когда это Слово отталкивало от себя и говорило, мне нет в этом необходимости, у меня нет нужды в Слове Божьем. И находясь в этом состоянии, я уже сейчас смотрю назад, я был рабом греха, потому что грех имел влияние надо мной и приводил меня в такое состояние, чтобы я отбрасывал Слово Божие, потому что дьявол понимал. И он знает, что всякий человек, молодой ли человек, пожилой ли среднего возраста, особенно это к молодым людям, особенно это к молодым людям, людям подрастающим, которые вошли в подростковый возраст, в юношеский возраст, Слово Божие очень важно и имеет силу определенную. Но возьмешь ли ты это Слово в свою жизнь и дашь ему ли возможность подняться в тебе так, чтобы оно сделало тебя не рабом греха, а рабом праведности в соответствии со Словом Божиим? И вот в Матфею 13 главе Господь Иисус рассказывает притчу о Сеятеле, рассказывает о том, как Слово Божие сеется раз за разом, шаг за шагом Сеятеле, который берет Слово Божие и начинает сеять Слово Божие среди сердец людских. Мы иногда думаем, что Слово, которое мы слышим, которое проповедуется, которое мы читаем, над которым мы размышляем, оно не делает нас сильными или крепкими, но это Слово всегда в любом месте, когда оно слышим о нами, когда мы размышляем о нем, когда мы его принимаем в свое сердце, оно производит плод, оно воспроизводит то, что должно воспроизводить. Потому что написано в Слове, что Он, восхотев, родил нас Словом истины. Он это захотел. С какой целью ты нас сделал? Чтобы нам быть, как написано, начатком Его создания. Быть теми, которые послушны Ему и идут вслед Слова Божия, принимая Его во внутренность, чтобы, идя в этот мир, дать людям, которые рядом с нами или вокруг нас, увидеть, что Слово Божие, оно живо и действенно и острее всякого меча обоюдоостров, который проникает в разделение души и духа и судит намерения и помышления сердечные. Так написано в Слове Божьем, Евреям 4, 12. 2 Тимофею 3, 16. Есть также Слово, говорящее о самом Слове. Есть местописание, говорящее о самом Слове, что Слово Божие богодухновенно, и оно полезно. Кому оно полезно? Конечно же, нам, людям, и оно открыто людям. Господь Иисус пришел в теле для того, чтобы донести Слово до каждого сердца, до каждого разума, до каждой души, чтобы любой человек сделал это Слово важным для него, принял его и положил основание свое на камни. И мы будем говорить немножко с Божьей помощью во имя Господа и Иисуса Христа. О Слове Божьем, которое здесь, Иисус открывает нам. Если мы внимательно будем смотреть на Слово Божие и на эти местописания, то мы ясно и четко понимаем, что есть тут, который противится для того, чтобы Слово Божие вошло в наше сердце и осталось там. Здесь есть четыре вида почвы. Вот вышел сеятель сеять с 3 стиха, 13 глава, Матфея и Марка, 4 глава. Вот эти два места мы будем смотреть, сравнивая их и размышляя над этими местами, чтобы внутри каждого из нас Слово Божие осталось и сделало наш разум и нашу душу, сделало именно наш разум и душу ответственной за то, чтобы Слово Божие вошло в сердце и начало прорастать, поднимаясь шаг за шагом, как Бог определил каждому семени, который приходит в этот мир, приносить плод. Любое семя, которое вы видите в этом мире, любое, которое сеется в землю, не находясь в почве, оно остается точно таким же долгие-долгие годы. И вы не можете видеть даже, что ожидает в конце того, что если Слово, семя, простите, посажено в землю, в землю физическую или в землю сердца человеческого. И вот именно в сердце человеческое Бог определенным образом замыслил посадить Слово Своё, чтобы всякий человек, принявший Слово и укрепившись в Слове, поднялся на такой уровень, когда дьявол, приходя, с тем, чтобы украсть Слово Божия, чтобы его вынуть из сердца и сделать его чем-то непривлекательным и не имеющим силы для меня, это работа лукавого и сатаны с единственной целью, чтобы Слово Божие было в моих глазах не представляющим силы, не представляющим ничего. И я начал это Слово отвергать от себя, отодвигать от него, потому что, находясь в этом мире, очень много, что привлекает мой взор. Каждого из вас, дорогие, сидящих здесь и слушающих меня, очень много голосов, очень много требует внимания, моего внимания, вашего внимания, каждого внимания. Очень много дел, которые требуют решительного приглашения меня, чтобы я их сделал, изменил или как-то их сделал, преобразовал. Но если я иду за Христом, иду за Словом Божиим, я призван понимать, что если я не понимаю того Слова Божия, о котором говорит Господь Иисус Христос, это первый признак того, что дьявол пришел, чтобы украсть это понимание. Во имя Господа Иисуса Христа. Ну, посмотрим. Я прочитаю прежде всего, что же это такое. Матфея 13 глава. И вы вместе со мной. Смотрите Слово Божие. Не смотрите, пожалуйста, на меня. Во мне никакой красоты нет. Пожалуйста, смотрите на Слово Божие. В нем вся красота и сила. Смотрите в Него. Слушайте меня и смотрите в Слово. Если у кого нет Слова Божия, я могу дать Новый Завет. У кого из вас нет? Если нет, скажите, пожалуйста. Слово Божие важно. По прошествии многих уже лет, достаточно лет, я начал только сейчас понимать, только сейчас понимать, в самом начале своего хождения, когда Бог призвал меня, я уже говорил, я не давал приоритеты или внимания такого Слова Божия, но вокруг были дела и помышления, которые увлекали меня. И вы можете в этом примере узнавать себя и узнавать свои шаги, потому что мы все люди и находимся в физическом мире. И вокруг нас много таких вещей, которые привлекают наш взор и очень сильно привлекают. И они отвлекают нас от Слова Божия. С единственной целью, чтобы мы не были разумеющими, что Слово Божие дано нам с одной целью, чтобы мы вышли или поднялись на уровень, который Бог приготовил для нас. Потому что Слово Божие производит в наших сердцах веру, а без веры Бога угодить невозможно. Как бы мы ни хотели, как бы мы ни стремились, если Слово Божие не посеяно в сердце каждого из нас, дорогие. Мы хотим быть во Христе, хотим быть рядом с Ним. Но написано в Слове также, в Ветхом Завете, что очи Господа обозревают всю землю. А давайте-ка мы прочитаем. Второе параллелепименон 16.9. Вы можете не искать, я прочитаю. Запишите, можете посмотреть дома, можете сейчас смотреть. Но мы быстро прочитаем, чтобы нам быть точнее. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Ибо очи Господа обозревают тех, чьи сердца или чье сердце предано Ему вполне, в полноте. И когда мы смотрим, вернемся опять в 13 главу. Матфея. И когда сеял, вышел сеятель сеять семя. 13 глава, 3 стих. Когда он сеял, иное упало при дороге, налетели птицы и поклевали. То иное упало на места каменистые, где немного было земли и скоро зашло, потому что земля была не глубока. И когда зашло солнце, увяло и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, выросло терния, заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, другое в 60, иное в 30. Тогда ученики пришли и спрашивали его, почему ты говоришь притчу? Мы не понимаем ее, объясни нам. И тогда он обратил внимание их на то, что эта притча, она является основанием того, что говорит Слово Божие о Царстве Божьем. Эта притча говорит и имеет разумение давать людям, которые понимают эту притчу. Ученики спросили, почему ты так говоришь? Объясни нам, что же это значит? И тогда Иисус сказал, тем, которые вне, им не дано знать, но те, которые рядом со Мною, им это дано. Понимание дано. И оно рядом с вами. Оно рядом с нами. Оно недалеко от нас. Но когда мы обращаем внимание свое на Слово Божие, приходит лукавок, чтобы украсть. Это понимание дано каждому из нас. Но по той причине, что внутри нашего сердца есть непонимание, и дьявол знает об этом. И мы не обращаем внимание на Слово. Он крадет это Слово из-за непонимания. Люди рождаются свыше только тогда, когда проповедуется Слово Божие. Люди рождаются свыше только тогда, когда проповедуется Слово Божие. Я перед вами как свидетель. Слово Божие коснулось внутренности моего сердца, да? И Бог дал мне это рождение свыше, и Он запечатлел Словом Божиим на моем сердце рождение свыше. Рожденное от плоти есть плоть, и рожденное от Духа есть Дух. Рожденное от плоти – плоть. Рожденное от Духа – Дух. И слова, которые я говорю, Иисус, помните, говорит Евангелие Иоанна в третьей главе. Суть Дух и жизнь. Эти слова, они предназначены для нашего внутреннего человека. Они не для плоского, не для ветхого человека, но для того, который родился от Бога. Ибо огрубилось сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и глазами свои замкнули, и не увидят глазами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же глаза блаженны, что видят, и уши ваши, что слышат. Видите, что Слово Божие говорит каждому из вас? Ваши же глаза блаженны, и уши ваши, что слышат. Ибо говорю вам, Слово Божие, Господь Иисус говорит, многие пророки и праведники желали видеть, и что вы видите, и слышать, что слышали, люди. Но они не могли этого. Слава Богу за это. 19 стих. Выслушайте значение всей притчи о сеятеле. «Ко всякому слушающему Слово о Царстве и неразумеющему приходит лукавый, похищает посеянное в сердце». Вот кого означает посеянное при дороге. В 4 главе Марка, прочитаем оттуда еще, это место в Писании. Слава Богу за это. «Посеянные при дороге», 15 стих, означает тех, в которых сеется Слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит Сатана и похищает Слово, посеянное в сердцах. Подобным мы иногда думаем или размышляем, что это Слово, оно лично направлено к людям, которые не верующие или не знающие. Но на самом деле Слово Божие, оно направлено к каждому из нас. В самом начале своего обращения, мое сердце, и вы можете узнать себя, оно не воспринимало истинно Слово Божие так, как я воспринимаю, или кто-то из нас, идущий за Господом вот уже много-много лет, так, как он сейчас воспринимает, потому что Слово Божие, проникая в сердце, делает это сердце мягким, размягчает его. И когда мы пришли в самом начале к Господу, или когда мы услышали Слово, наше сердце было ожесточено, потому что находясь в этом мире, невозможно. Находясь под влиянием этого мира, невозможно находиться и не быть сердцем ожесточенным, Слово Божие. Потому что сердце ожесточается грехом, в котором мы живем. Сердце любого человека, живущего в этом мире, ожесточается грехом. Но Бог привлекает его. Бог привлекает, несмотря на то, что его сердце ожесточено грехом. Потому что Бог-то знает, когда Слово Божие коснется его сердца, жесткость его, шаг за шагом начинает, сердце, мягкость и жесткость его сердца, шаг за шагом начинает изменяться, делаться другим. Я сам как пример перед вами, потому что Слово Божие для меня в самом начале оно не было таким важным, не было таким, как-то еще слово есть такое, актуальным. Хотя я не очень вполне понимаю, что оно значит. Но это не важно. Кто-то есть, понимает, кто-то не понимает. Мы говорим о том, что Слово Божие, прикасая к сердцу, делает жесткость его мягким. И мы в самом начале своего пути, мы жаждали Бога, искали Бога, двигались навстречу, мы были горячими, потому что Бог коснулся нашего сердца. И он шаг за шагом, видя нашу жажду по нему, жажду по Слову Божию, изменял и преображал. И не только нас, но любого, кто обратит свой взор к Иисусу Христу, примет рождение свыше, потому что без рождения свыше сердце остается таким же жестким под воздействием греха. Люди, не обращаясь к Христу с тем, чтобы Бог освободил это сердце от этой жесткости, потому что Бог обращает внимание на сердце. Он не смотрит, написано в Слове Божьем, на каждого из нас, как мы выглядим внешне, приятны мы ему или неприятны, красивы мы в его глазах или некрасивы. Он смотрит на сердце, потому что Бог есть Дух. Он Дух, и Он рождает наш Дух свыше. Когда мы обращаемся к Господу, чтобы наши сердца были размягчены, Он приготовляет сердце каждого. Видите ли вы или не видите? Но когда мы обращаемся к Слову, и когда мы обращаемся к Господу, это происходит. Это происходит, это действует, это двигается, это исполняется в жизни любого человека. Но в этот момент, когда сердце размягчено, и Слово Божие попадает внутрь о спасении, о крещении, о понимании истин Слова Божия, истин, неправильно сказал, истин Царства Божия, на которых Бог устанавливает такую платформу каждого верующего, идущего, как и Церкви, основание которой стоит Слово Божие. Путь такого человека, он тверд и не подвергается такому страху или сомнению, потому что своим действием и открытием, направлением, личностью, лицом к Богу, к Слову Божию, Бог видит такого человека, и обращает на него внимание. Он видит, что этот человек видит, как Бог его любит, и его Слово, оно направлено к нему с тем, чтобы поддержать это сердце. И сердце каждого Бог поддерживает, если наше внимание направлено к нему. Посмотрите, внимательно смотрите, дьявол приходит, чтобы украсть Слово Божие, сделать это Слово Божие не имеющим или внимания с моей стороны. Он это понимание крадет. И когда это понимание украдено у меня, Слово Божие написано, оно не имеет плода. В таком сердце Слово Божие не имеет плода. Когда мы пришли к Господу, да, наше сердце, я еще раз обращу внимание, было похоже вот как на каменистой почве. Мы приняли только весть о спасении. И дальше нас не интересовало Слово, как силу, дающую нам, возрастающим в вере, праведности, святости, которую Бог определил нам, войти. До какого-то периода времени мы не обращали на это внимание. И оно нам, как один мой знакомый ехал огорело, говорит, что это не было для нас привлекательно. Для нас привлекательно было то, что происходило вокруг нас. И это больше и больше меня увлекало, чем Слово Божие. Потому что когда я наполнялся, привлекал его в свою жизнь, знаете, Слово Божие изменяло меня шаг за шагом. И точно так же оно каждого из вас. Каждого из вас. Каждого из вас. Здесь нет человека, которого бы Слово Божие могло изменить так, как оно может изменить. Нет такого человека, если он откроет свое сердце для Слова Божия и пойдет. Потому что оно говорит о том, что оно полезно для научения, наставления, для изменения, для обличения, для того, чтобы был человек совершен, ко всякому доброму делу приготовленный. Итак, Слово Божие, о котором мы говорим. И вы очень много слышали о нем? И не раз, и не два. Много раз вы слышали. Очень много слышали. Но знаете, от проповеди Слова Божие люди не растут. Они не возрастают. Слово Божие дает силу каждому и способность возрастать, когда человек воспринимает его сердце. Очень многие слышат. И вы далее вместе со мной можете смотреть. О том, что когда Слово Божие сеется в сердцах, есть разные виды сердца, проходит какое-то время, и мы начинаем замечать, что те обстоятельства, ситуации вокруг меня были и ранее. Они уже сейчас не имеют никакой ценности, и я оставляю их в стороне и говорю, нет, меня это не интересует. Теперь я вместо того, чтобы заняться каким-то делом, ранее для меня, как я считал, полезным, я это отложу и возьму Слово Божие, и вникая в него, я приму то, что оно приготовило мне. Потому что через это Слово я буду настолько тверд, и каждый из вас, что дьявол, придя к вам, скажет какие-то свои слова, как он сказал Иисусу Христу. «Слушай, ты же голодный, но сделай этот камень хлебом». И что им сказал Иисус? Он им сказал, что не хлебом единым сыт будет человек, «но всяким Словом Божиим, исходящим из уст Господа». Если это сделал Иисус Христос, это для нас пример для того, чтобы мы шли или подражали Ему. Невозможно смотреть на Христа и не видеть в Нем того, который привлекал бы мой или каждого из нас взор. Трудно, находясь воплоти, кому-то возможно, для кого-то это легче, веруя обратиться к Нему и видеть Его, видеть Его любящего, видеть Его благодати полного, видящего Его и Иисуса Христа, обращенного к тебе с тем, чтобы помочь, чтобы поднять, чтобы сделать тебя человеком веры, не неверия или в перемешку, или в одну треть, или в две в третьих, но сделать тебя человеком веры. Всякий раз, когда мы приходим пред Его лицо, мы Его не видим Его физически, но наш взор веры, сердечный взор обращается к Нему с одной целью. Господи, мы здесь для того, чтобы Слово Твое вошло в наше сердце так, как это ты хотел, как ты пережил это в свое время и мог отражать лукавого нападки Словом Божиим. Знаете, слезами дьявола не отогнать. Он противник еще тот, но знаете, его можно попытки изменить мое мышление, изменить мой образ жизни таким, каким он хочет, можно только Словом Божиим. Вот в этом-то, дорогие, мы иногда теряем нашу победу, потому что Бог сделать пожелал каждого из нас через Слово Божие победителями, побеждающими. Побеждающими, побеждающие церковь, именно побеждающие, не хромающие, не ищущие, а как бы добраться нам, пройти. Да нет такого Слово Божиим. Бог определил нас на успех, на победу, которую Он нам даровал в Иисусе Христе. Опять же, через Слово Божие, дорогие. Все, что есть вокруг меня или каждого из вас, сможет, если Он позволит Слово Божие, проникнуть внутрь во имя Господа Иисуса Христа, разбираться с нечистым, с лукавым духом, побеждая его и отбрасывая его от себя, говоря ему то, что ему принадлежит. Ему принадлежит поражение. Ему принадлежит поражение. Каждому из вас, рожденных от Бога, слава Богу. Бог даровал победу в Иисусе Христе. И смотря в это место Писания, когда у нас есть разумение, и когда оно не украдено дьяволом, тогда Бог дает понимание принципов Царства Божьего. Мы начинаем понимать, почему мы должны так двигаться. Потому что не понимая или не разумея, я не знаю, как мне идти и куда мне направляться, в каком направлении мне двигаться. Не знающего очень легко обмануть. Для него лукавого, человек, который не знает, очень легко обмануть. Но тот, который человек посеял Слово Божие в своё сердце, он знает, что его трудно обмануть, потому что он знает. Он знает. Я сейчас вам задам один вопрос. И все сидящие здесь, все единодушно скажут, что это так. Все. Ну кто учился в школе? А тут я знаю, что все учились в школе. И достаточно пожилые люди, достаточно умудрённые опытом. Я задам вам один вопрос. Я не буду задавать. Я заинтригую вас. Все ответят на него. Все знают ответ на мой вопрос. И когда я вам скажу, что это неправильно, вы скажете, этого не может быть. Потому что все сказали, что это так, а ты один скажешь, не так. Это неправильно. Потому что все мы научены. И я соглашусь с вами. Потому что я сам научен. Я просто испытываю. Это как пример. Потому что когда я говорю Слово Божие, многие из вас еще сомневаются о том, что действительно лишь Слово Божие может сделать меня таким, что я могу отражать лукаво. Когда приходит ко мне немощь, я могу поднять Слово Божие и отразить ее. Когда ко мне подходит грех и говорит, слушай, я соскучился по тебе, пойдем, прогуляемся. Вы можете отогнать его, молодые люди. Зачем вам испытывать? Для чего испытывать? На примере ошибок и проб путь, по которому люди, молодые особенно, направляются. Потому что в этом пути дьявол просто изомнет вас. Потому что он вор, убийца и лжец. Но когда человек отдает себя в Слово Божие, к такому человеку, дьяволу, очень сложно подобраться. Очень сложно. Потому что этот человек отдал себя в руки в Слово Божие. Ты возвеличил Слово Своё выше всякого имени, говорит Псалом. Ты возвеличил Слово Своё выше всякого имени. И когда мы вникаем в Слово, когда мы понимаем, что от Слова Божия каждый из нас поднимется на уровень, приготовленный Богом, приготовленный для того, чтобы быть именно тем, кем Бог хочет, чтобы мы были, именно из Слова Божия, именно из Него приходят в нашу жизнь сила и крепость. Именно из Него приходит в нашу жизнь вера и твёрдость и уверенность, что когда придут обстоятельства, ситуации, в мою жизнь, я могу смело пройти, не потерпев убытка или ещё какого-то действия. Во имя Иисуса. Будем смотреть дальше. А посеянный на каменистых местах означает того, кто слышит Слово, тотчас радостью принимает его, но не имеет в себе корня непостояния, но когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняется. Посеянный в тернии означает того, кто слышит Слово, но забота века этого и обольщение богатства заглушает Слово, и оно бывает бесплодным. Слава Богу за Иисус. Эти местописания говорят нам о том, что сердца людей находятся вот в таких стадиях, в таких положениях, когда Слово Божие приходит каждому из нас, но мы не воспринимаем его по той причине, что в сердце, или оно ожесточено, или у нас нет понимания, или есть вещи, которые увлекают меня и делают меня рабом этих вещей. И Слово Божие не может меня коснуться сердца моего, чтобы изменилась моя внутренность. И когда Слово Божие подняты внутри меня и с моей стороны, я делаю все возможное, чтобы душа моя не сопротивляла Слово Божие. Понимание Слово Божие дает возможность ему проникнуть в сердце. Понимание. Но когда враг крадет это понимание, оно не попадает в сердце и не приносит плода. И поэтому нам нужно знать, дорогие, нам нужно понимать и знать, что когда мы рядом со Словом Божиим, это еще ничего не значит. Но когда посеянное внутрь сердца нашего, оно сделает нас убедительно, твердыми в наших шагах, убедительно, сильными в наших шагах следования за Господом. Для того, чтобы понимать Слово Божие, каждому человеку нужно родиться свыше. Для того, чтобы понимать Слово Божие, нужно родиться свыше. Нужно родиться свыше. Без рождения свыше Слово Божие непонятно, человек не разумеет. В Луке 24 главе шли два человека. Когда Иисус умер и воскрес, они шли и рассуждали об этом. Одного звали, по-моему, Клеопа, а другого имя не помню. Вы можете посмотреть в 24 главе. И когда они шли, Иисус подошел к ним и начал спрашивать, о чем вы рассуждаете? А они начали ему рассказывать, что вот там произошло такое событие. Вот это произошло, вот это произошло. И он начал, общаясь с ними, начал увидеть, что Слово, которое он говорил им, не проникло в их сердце. И они не были уверены в том, что это произошло так, как Слово Божие говорит. Потому что Слово Божие не проникло в их сердце. И знаете, когда Иисус открыл их разум к пониманию Слова Божьего, и тогда Иисус открыл понимание их разум, их сердец, Слово Божие, открыто было понимание. Если мы не понимаем Слово Божие, дорогие, у нас есть молитва, да? И мы, обращаясь к Отцу, у Иакова есть такое местописание, у кого не хватает мудрости, разумения, да? То допросит у Бога, и Ему дастся. Ему дастся это. Потому что Он просит с верой. Ему необходимо это. Ему необходимо это. Для того, чтобы проповедовать Слово Божие, нужна вера. И чтобы проповедовать, говорить Слово Божие, нужна уверенность и твёрдость. Потому что, когда люди говорят Слово Божие, не все воспринимают его как Слово Божие. Со стороны людей, потому что они в руках дьявола, на каждого говорящего Слово Божие. И, возможно, кто-то из вас вкусил это немного. И потом, подумав, сказал, нет, что-то мне не хочется больше говорить его. Потому что люди ожесточены сердцем. И они всячески будут нападать на Слово Божие. Но когда вы, любой человек, откроете какое-то предприятие без Слово Божие, или что-то будете производить там, люди будут смотреть на вас с расположением, они будут внимательно смотреть на это, и будут рады тому, что вы что-то открыли, какое-то предприятие. Но стоит вам подняться во весь голос и сказать, что говорит Слово Божие, вы услышите в ответ не слова одобрения. Вы услышите, каждый из нас услышит в ответ слова совсем другие. Потому что каждый, взявший Слово Божие и приносящий людям, он будет испытывать давление, чтобы ты остановил это. Чтобы ты перестал говорить Слово Божие, чтобы ты не занимался этим. Чтобы ты прекратил это делать. Потому что когда проповедуется Слово Божие, люди рождаются свыше. Люди рождаются свыше. Запомните это. Когда вы проповедуете Слово Божие, люди рождаются свыше. Они обращаются в Царство Господа и Иисуса Христа и входят в Него. Бог рождает людей тогда, когда они слышат Слово Божие. Когда Слово Божие не говорится другим, люди не рождаются. Бога нет возможности родить людей свыше. И это не происходит именно здесь, вот в этом месте. Это происходит в любом месте, где только Слово Божие проповедуется. Аминь. Это производится в любом месте. В любом месте. Рождение свыше происходит там, где проповедуется Слово Божие. В любом месте. Где только это возможно. Везде, везде, везде. Где есть грех, там Слово Божие проповедуется. И люди там рождаются свыше. Аминь. Во имя Господа Иисуса. Я не говорю о том, что это будет легко. Я не говорю о том, что это будет очень славно. Нет. Я не говорю об этом. Я говорю о том, что Слово Божие делает и совершает с жизнью людей перемены. Всякий раз. И я узнаю, что Слово Божие проповедуется, когда происходит рождение свыше. Он делает нас такими несмелыми, дорогие. И поэтому я хочу просто воодушевить, вдохновить каждого из вас. Вдохновить. Вдохновить. Не бойтесь. Не страшитесь. Не бойтесь и не ужасайтесь. Стойте твердо. Говорите Слово Божие. Во имя Господа Иисуса Христа. Потому что в сердце посеянное Слово делает каждого из вас, дорогие, смелым. Как это было Иисус. Потому что вы родились, знаете, от кого? От Христа. От Бога. Дух. Родил каждого из вас свыше. И внутри каждого из вас Дух Христов. Потому что Слово Божие. Вы верите в это? Слава Богу. Меня это вдохновляет. Что вы верите в это? Потому что Слово Божие, оно могущественно. И поэтому, говоря о Слове Божием, направляя или понимание каждого из нас, я говорю о том, что Слово Божие, оно важно. Я не хочу сказать, что оно придет сейчас или уже пришло, но оно придет. Это понимание о том, что Слово Божие говорит или открывает, раскрывает нам Царство Божие или принципы Царства Божия. Потому что, если мы не понимаем то, что Слово Божие сеется в наше сердце с определенной целью, чтобы к нам пришло это понимание. И мы относимся к Слову, как к драгоценности. И у Петра есть такое место в Писании, что вы правильно делаете, что обращаетесь к Нему, к этому пророческому Слову. Вы правильно делаете, Петр говорит, и обращает наше внимание, что вы на правильном пути. Когда обращаетесь к Нему, до того момента, когда в наших сердцах или в ваших сердцах, Он говорит, начнет ходить звезда утренней. Свет приходит. Понимание и разумение. Когда я хожу во тьме, знаете, я забреду, и каждый из вас, не зная местности или обстановки вокруг, придет туда, куда угодно, не только туда, куда хотел. Когда во тьме человек находится, он придет, куда угодно, но не только туда, куда он хочет. Он думает, что он идет туда, но когда свет приходит на этот путь, он вдруг видит, что он совершенно не там, где он бы хотел. Очень многие люди хотят войти в обетование Божие, которое Бог приготовил. Их желание настолько сильно, настолько велико, но без Слова Божия войти или находиться в обетованиях, в обещаниях Божьих, не всегда удается. Почему? Потому что мы внимания уделяем больше своему личному, который больше нас привлекает. Но когда человек отказывается от всего, что есть или находится вокруг него, но обращает свой взор к Слову Божию и начинает сеять в его Слово Божие, в сердце свое, Слава Богу, вот все вещи, о которых Слово Божие говорит, четыре положения или четыре вида почвы, они по-разному воспринимают истину Слова Божия. По-разному. И когда я понимаю, когда я начинаю разуметь, что от этого состояния зависит моя жизнь, да, от Слова Божия, потому что оно приносит жизнь. Живя в Слове, я живу. Я нахожусь в жизни и через меня, и через каждого из вас, через каждого из вас, вдохновляю еще раз, говорящих Слово Божие, говорящих, проповедующих, несущих Слово Божие, через каждого из вас, несущих Слово Божие, не боящихся и не страшащихся, ничего в этом мире, молодёжь, подростки, юноши, не боящиеся, не страша, вставшие на этот путь, знайте о том, что Слово Божие, говоримое вами или несущее это Слово, делает вас посланниками Христовыми. Посланниками Христовыми. Аминь. Во имя Господа и Иисуса Христа. Будем смотреть дальше. Ко всякому разумеющему, ещё раз скажу, о царстве, ко всякому слушающему Слово о царстве, и неразумеющему приходит лукавый, похищает посеянный в сердце его, вот кого означает посеянный при дороге. Посеянный на каменистых местах означает того, кто слышит Слово, тот, че с радостью принимает его, но не имеет в себе корня, не постоянен, и когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняется. Посеянный в терне означает того, кто слышит Слово, но заботы века этого, обольщение богатства, заглушает Слово, и оно бывает бесплодно. Посеянный же на доброй земле означает слышащего Слова, разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, иной в тридцать. Слава Богу за Иисуса! И когда мы понимаем, отчасти или не отчасти, или более-более, шаг за шагом, плод наш, от Слова Божьего, посеянного в нашем сердце, он или в тридцать крат, или в шестьдесят крат, или во сто, каждый приносит. Не в зависимости от того, как Слово Божие проникло во внутренность нашу, и какие наши приоритеты, и какие наши направления, какие наши понимания, разумения во имя Господа и Иисуса Христа. Плод приносит Слово Божие. Дьяволу не нужны люди. Ему нужно Слово для того, чтобы украсть его. И если вы внимательно посмотрите, что дьявол приходит, знаете что? Украсть Слово. Он приходит для того, чтобы украсть Слово. Вы ему неинтересны. Ему важно Слово, потому что тот, который уверует и возьмет Слово Божие, как авторитет в своей жизни, как могущественную силу, могущую изменить, преобразовать и сделать человека мужем, женой Божьей, дьявол понимает, что если этот человек поднимется на уровень, который Бог приготовил через Слово, с ним будут проблемы. С ним будут проблемы. Но когда, слава Богу, когда человек понимает, что он или мир во власти лукавого, Слово Божие для него важно. важно, важно и очень важно. И поэтому на основании вот этой притчи дьяволу важно Слово Божие, как и Богу важно его Слово, посеянное внутри сердца. Знаете, когда вы общаетесь с людьми, вы говорите ему слова, и ваши слова иногда увлекают этого человека, и он так внимательно смотрит на вас и слушает вас, и принимает эти слова. Как вы думаете, в следующий раз вы будете ждать этой встречи? Или в следующей встрече, чтобы человек мог слушать эти слова и воспринимать? Я думаю, что вы будете рады, или он будет рад вашему общению. Так же и со Словом Божиим. Когда Слово Божие находит понимание внутри, или да, конечно же, понимание, потому что непонимание делает меня, когда я общаюсь с кем-то из вас. Я, знаете, такой сам в себе. Ну, представьте, вот я с кем-то из вас общаюсь, вы мне что-то рассказываете, показываете, вот так это, вот так это, вот так, а вы где-то далеки от этого, в каком-то месте находитесь. В следующий раз я, конечно же, просто скажу вам какие-то слова и видя ваши отношения, я не говорю, что это сейчас-то, я говорю по отношению к Слову Божьему. все, что заложено в Слове Божьем, я говорю вам верой, я говорю вам верой, в Слове Божьем есть вещи, которые в жизни каждого должны проявиться или подняться на такой уровень, которые будут для нас как само собой происходящее, как само собой происходящее, но это приходит тогда, когда я располагаю свое сердце, свою душу и разум своего душевного человека к тому, чтобы Слово Божие оказало на меня влияние и располагаю себя для Слову Божия. Иногда люди думают, я так часто, ну не часто, а привожу к примеру, что Слово Божие, его надо хранить где-то так, в каком-то месте и раз там месяц подходить, выриснуть и опять его положить туда, где оно лежит. Нет. Слово Божие по словам Господа Иисуса Христа призвано лежать внутри нашего сердца. И на этом основании, на этом основании каждый из нас написано строит дом свой. Строит дом свой. Иисус сравнил идущего за ним и исполняющего Слово с человеком, который построил дом свой на скале. И когда пришло что-то из этого мира, чтобы разрушить этот дом, этот дом не потерпел урона. А тот, который был на слове построен на песке, то есть те, которые слушают, но не исполняют слова, они вот по словам Христа представляют людей, построивших дом свой на песке. притча говорит Господа Иисуса Христа, что наше доверие к Слову Божию шаг за шагом, они должны или возрастать. И Слово Божие все время, шаг за шагом, все более и более, поглощать наши сердца, наполнять наши сердца во имя Господа Иисуса Христа. Ибо такова вот воля Отца Бога, которая дана нам во Христе Иисусе. Слава Богу за это. Во имя Иисуса Христа. Вот это послание, которое я хотел донести до вас, дорогие, сейчас, в это время, и пусть это слово, особенно для молодых людей, знаете, послушайте, молодежь, хочу о чем сказать. У вас есть два пути. Или признать Господство Иисуса Христа, принять рождение свыше и пойти за Ним, служить Ему, любить Его, благословлять Его. Есть еще один путь. Пойти по пути своему. Но знайте, в этом пути дьявол, который в этом мире управляет, направляет, будет в вашей жизни делать все, что хочет, потому что вы расположили Ему себя, вы отдаете себя в Его руки. у вас есть два пути, еще раз скажу, или пойти за Господом, или подняться и вырасти, или отдать себя в руки дьявола, сказав Ему, вот Я, делай со мной, что хочешь. Но когда люди обращаются ко Христу и идут вслед за Ним, естественно, Господь Иисус заинтересован и Его желание укрепить, особенно молодых, юношей в этом движении и служении, чтобы они возрастали в Слово Божье. Еще раз хочу сказать, особенно молодежи, потому что повторение, знаете, мать учения, когда это говорят раз за разом, это проникает в сердце человека, человек начинает, Дух Божий когда-то напоминает эти вещи, Дух Божий когда придет время, Он даст понимание подростку, юноше. Есть два пути, еще раз хочу сказать. Я не знаю, почему я это говорю, но я говорю это раз за разом с одной целью, чтобы вы знали, что идя за Господом, у вас есть путь им приготовленный. Когда вы идете без Господа, вы отдаёте себя в руки дьявол и говорите ему, вот я и делай со мной всё, что хочешь, потому что находясь в этом мире, мир, который находится под властью лукавого, дьявол там делает всё, что хочет, но те, которые отдали своё сердце Господу и Иисусу Христу, те, которые отдали Господу и Иисусу Христу свои сердца, и Слово Божие для них является авторитетом, мерилом, измерением всех их поступков, шагов, помышлений. Бог обращает внимание на таких людей, Бог обращает внимание и поддерживает сердца таких, поддерживает сердца и таких. Но вам нужно родиться свыше во имя Господа Иисуса Христа. Если кто-то и здесь находящихся, здесь кто слышит или слушает меня, хочет пригласить Христа в своё сердце, хочет отдать свою жизнь Христу, пойти за Христом, то вы можете это сделать, то вы можете это сделать, вы можете это сделать. Бог любит вас, и Он отдал Иисуса на Голговский крест с единственной целью, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если вы хотите пригласить или отдать своё сердце Иисусу Христу, знаете, у вас есть такая возможность. Мы не знаем, что с нами произойдёт или что будет происходить после того, как мы выйдем из этого помещения, но у вас есть и будет возможность, когда вы находитесь здесь, пригласить или отдать своё сердце Иисусу Христу, отдать себя в руки Слову Божьем, чтобы быть послушными во имя Господа Иисуса. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова